Сегодня сыграем в настольную игру море-соль-бумага максимальным составом на четверых. В прошлый раз, когда я показывал партию на троих, были допущены кое-какие неточности, которые касались цвета и русалок. Предлагаю прямо сейчас эти неточности исправить. И займемся мы этим прямо сейчас. В коробку с игрой положили вот такую памятку, где собран световой алфавит. И когда вы получаете бонус за цвет, вы должны отличать оранжевый от светло-оранжевого. Для тех, кому это сложно сделать, есть специальные обозначения. Вот таким символом обозначают светло-оранжевый цвет, вот таким – оранжевый. На картах мы можем найти эти обозначения в левом верхнем углу. А вот подсчет победных очков с помощью русалок – это отдельная тема для нашего нюансника. Русалок в игре всего 4 штуки, и плавают они в Белом море. В правилах есть даже строчка со словом «важно». Русалки считаются белыми картами. А теперь вопрос. Сколько победных очков вы видите на своих мониторах? Правильный ответ – 4 победных очка. Почему 4? Рассказываю. Пингвин приносит 1 победное очко. А теперь, что касается русалок. 1 победное очко за каждую карту того цвета, которого у игрока больше всего. Если у игрока более 1 русалки, он почитает по 1 цвету. За каждую русалку эти цвета должны быть разными. Итак, первый цвет, которого больше всего у игрока белый – 2 русалки в Белом море. Таким образом, первая русалка приносит 2 победных очка за 2 карты на белом фоне. А вторая русалка принесет 1 победное очко за розовую карту. Таким образом, получается 4 победных очка. 1, 2, 3, 4. Сейчас на экране вы видите имена и фамилии людей, которые уже поддержали создание сериалов по настольным играм на канале «Настольные игры» с Сергеем Рябухиным. Большое вам спасибо. Если вы также хотите поддержать этот канал, ссылка будет в описании к этому видео. Заранее вам благодарен. Сегодня мы сыграем в настольную игру «Море, соль, бумага» с дополнением «Больше соли». И здесь мы видим морскую звезду, колонию крабов, лобстера, медузу и даже морского конька. Сейчас на своих мониторах вы увидите короткое видео о том, как играть с этим дополнением. Эта колония крабов приносит 1 победное очко за каждого краба. А если вы разыграете вот такого лобстера с крабом, то возьмете из колоды 1, 2, 3, 4, 5 карт, выберите себе одну, а все остальные замешаете в колоду. Если вы разыгрываете медузу с пловцом, то ваши оппоненты в следующий ход могут только брать верхнюю карту из колоды и не могут разыгрывать карты или запускать конец раунда. В дополнение есть еще вот такие морские звезды. Вы можете добавить такую морскую звезду к любой паре, и эта тройка карт принесет 3 победных очка. А морской конек может заменить любую недостающую карту в наборе. У вас 3 ракушки, это 4 победных очка. Добавляйте морского конька, и у вас же 4 ракушки, то есть 6 победных очков. Да, теперь тебе подчиняется море, соль, бумага. Все, теперь вы знаете, как играть с дополнением больше соли. Мы берем эти 8 карт и замешиваем их в основную колоду. Все готово к партии в настольную игру море, соль, бумага на четверых. В прошлой серии на троих сыграли Борис Кингоч, Ларис Квинна и Валет Карлович. И я попросил вас в комментариях написать имена, которые могут составить компанию этой королевской семьи. И посмотрите, какие персонажи получились. Это Шут Горохович и Туз Бубеевич. Посмотрите, Шут Горохович имя придумал Грик Григорян, а Туз Бубеевич имя придумал Кирилл Дрясен. Нарисовал я их вот так, потому что именно так я представляю Шута Гороховича и Туза Бубеевича. Спасибо всем, кто придумывал имена. В этой королевской семье не хватает еще парочку королевских особ. В комментариях к этому видео можете написать имена этих королевских особ, а я возьму и нарисую этих королевских особ. Если вам уже нравится смотреть видео на канале «Настольные игры» с Сергеем Рябухиным, можете поддержать меня на бусте. И тогда мне намного легче будет создавать сериалы по настольным играм. Валет Карлович будет записывать с помощью оранжевого маркера победные очки вот этим персонажам. В прошлой серии вы спрашивали, где же прежняя Лариса Квинна? Да вот же она. Просто сейчас она слегка подросла. Да, так она выглядела в молодости. А так она выглядит сейчас. В основную колоду уже замешаны 8 карт из дополнения «Больше соли». И теперь нужно открыть одну карту. О, отлично, она из дополнения «Больше соли». И вторую. Она из базовой колоды. Вы же помните, что Борис Кингорьевич всегда ходит первым. И он первым тут же забирает морскую звезду себе в руку. Следующим будет ходить Шут Горохович. И он решает взять две карты, посмотреть их. И смотри, две карты множителя. Это маяк, это колония пингвинов. Ну что же, давай попробуем взять колонию пингвинов. А вот этот маяк возвращается в пустую стопку сброса. Это еще один нюанс. То есть невозможно сейчас взять и отправить вот сюда маяк. Потому что если стопка сброса пуста, нужно отправить туда карту, которая тебе не пригодилась. Лариса Квинна, Лариса Квинна, ну что? Он говорит, я беру множитель. Множитель очень хорошо, множитель очень хорошо. И, наконец, Туз Бубевич. Он говорит, ну что же, русалка или вот такая ракушка? Раз, два, три, четыре, пять. Шесть ракушек принесут десять победных очков. Но четыре русалки – это абсолютнейшая победа в партии. Возвращаем вот сюда эту ракушку. Теперь посмотрите на довольное лицо Бориса Кингича. Он говорит, ну я для начала, конечно, с вашего позволения возьму. Вот морской конек и акула. Давайте морского конька заберет себе Борис Кингич. И кого закрыть? Кого закрыть? Давайте попробуем закрыть вот эту ракушку. А Шурт Горохович говорит, вот посмотрите, есть краб, а есть морская звезда. Краб, вернее, не один, а парочка крабов позволит покопаться вот в этой стопке. Так как здесь уже две карты. И помнишь, какая там? Да, ну вспоминай, там ракушка. Проверим? Да, ракушка. Этого нельзя будет сделать в игре с реальными игроками. Ну, а с картонными можно. Итак, что же, что же, возьмем краба? Да нет, конечно же, морскую звезду она пригодится. А вот краба отправим сюда, к акуле. Ларис Квинна, Ларис Квинна говорит, мне бы корабли, корабли на горизонте увидеть. Но пока что ни одного корабля нет. Возьмет она вот такого краба, а ракушку отправит сюда. Здесь уже много ракушек. Посмотрим, какой выбор сделает Туз Бубеич. Он говорит, а хорошо, ты знаешь, а я начну, пожалуй, собирать ракушки. Потому что здесь их много. Отправлю краба сюда. И интересно, у нас Майрис Квинна собирается вообще выигрывать. Посмотрим, вот тебе корабль, вот тебе рыба. Рыба это дополнительный ход, вот дополнительный ход корабли. А рыба это верхняя карта с колодой дополнительно. Возьмем рыбу, а корабль отправим вот сюда. И теперь, шут, горохович говорит, ну посмотри, мне бы пингвина. Есть пингвины? Нет, пингвинов нет, есть рыба. Возьмем рыбу, а корабль отправим сюда. Тебе что, мне корабли нужны, Ларис Квинна? Она говорит, я возьму, пожалуй, вот этот корабль. Ну, для начала. Хорошо бы, чтобы и этот корабль также остался. Но Туз Бубеич говорит, о, ракушка. Уже вторая ракушка. А это два победных очка. Внимание, два победных очка. Отправим сюда. И что же, что же? Рыба есть? Рыбы в открытых стопках нет. Нет, значит, берем две карты и здесь тоже. Нет, ну, берем краба, потому что можно будет покопаться и поискать там рыбу. А ракушку отправим сюда. Шут, горохович, тебе что? Тебе же рыба нужна. Ну, давай ее искать здесь в колоде. А не нашли мы рыбу, зато нашли лобстера. Лобстер позволит нам взять пять верхних карт, выбрать себе одну. И, сам понимаешь, это не помешает. Отправим сюда акулу, чтобы она закрыла другую акулу. Хотя давай нет, давай вот так будет. Две акулы. Лариса Квинна, ты чего хнычешь? Потому что, скажи, закрыли, закрыли. Закрыли кораблей. Окей, вот он корабль, отлично. Берем корабль и, наконец, наконец-то, Лариса Квинна играет вот эти два корабля. Это одно победное очко, но мы же знаем, что у нее есть множитель, поэтому это уже три победных очка. Одно за пару и два других за каждую карту. Три победных очка. Теперь дополнительный ход. Мы можем взять отсюда, а можем взять вот отсюда. Можем взять отсюда эту звезду. Ладно, будем рисковать. Рисковать будем. И вот, посмотри, да, здесь тоже корабль. Корабль мы забираем себе. А вот эту колонию рыб мы отправим сюда. Фух, отлично. Туз Бубеич, что ты будешь делать? Вот сейчас у Туза Бубеича три победных очка в руке. Два очка за ракушки и одно приносит русалка за цвет. Ну что же, посмотрим. Посмотрим. Может быть, повезет. И есть... Нет. К сожалению, нет ракушки, но есть медуза. Медуза с пловцом отлично может помочь Тузу Бубеичу запретить игрокам разыгрывать карты. Вот так. Посмотрим. Две карты берет Борис Кингоч. Он говорит, вот, пингвины, ракушки. Что же брать? Не то, не то не нужно. Говорит, ну, возьму вот этого пингвина, а ракушку отправлю вот сюда. И так, посмотрим, что же будет делать Шут Горохович. Шут Горохович говорит, вот, есть краб, но... Да, отлично. Вот, посмотри, какая парочка. Вот этого пловца давайте вернем сюда. Теперь Шут Горохович берет, разыгрывает эту парочку краба вместе с лобстером. И это позволяет также получить одно победное очко за эту парочку и взять пять верхних карт и себе одну оставить. Все остальные замешать в колоду. Нам очень нужны пингвины и рыбы. Раз, два, три, четыре, пять. Остальную колоду возвращаем в центр стола. Ах, попались нам осьминоги, пловцы, крабы, медузы и рыбы. Отлично. Эта рыба отлично будет смотреться вот в паре с этой рыбой. Но тут ведь есть еще, посмотри, есть еще медуза. Нет, все-таки мы берем вот эту рыбу себе в руку, а все остальные карты мы замешиваем в колоду. Вот так. И теперь, только после этого, мы обязательно разыграем, может быть, даже не пару рыб, а тройку. С помощью вот этой морской звезды мы сейчас получим три победных очка. Разыгрываем для начала пару рыб, добавляем вот эту карту, и это уже становится не пара рыб, а тройка карт. Один плюс два, три победных очка. Но, к сожалению, мы не можем выполнить эффект, который дают две рыбы. То есть взять верхнюю карту из колоды. Но зато теперь три-четыре победных очка. Да, здорово, Шут Горохович. Лариса Квинна, тебе что, лодочку? Лодочку нужно, лодочку. Здесь лодочки нет, но, может быть, она здесь есть? Нет, и здесь тоже нет. Но зато есть вот такой морячок. Да, когда он один, это ноль победных очков. Но когда их двое, это уже пять победных очков. Сюда кладем. А вот посмотри сюда. Ну что же, Тузбубевич, ты ведь продолжаешь, да? Продолжаешь собирать вот эти ракушки, это уже четыре победных очка. А если мы подсчитаем победные очки за русалку, ну какого цвета здесь больше? Да, здесь всех цветов по одному. Поэтому получается четыре-пять победных очков. Что там у нас у Бориса Кингича? Борис Кингич, да, вижу, вижу. Кстати, морской конек здорово поможет. Смотри, здесь. Мы берем вот этого осьминога. Это ноль, как ты понимаешь. Но добавляя сюда вот этого морского конька, это уже два осьминога. Получается три победных очка. Смотри, какую благодарность нарисовал всем поддерживающим этот канал на Бусте. Спасибо вам огромное. Как нужен был этот пингвин Шуту Гороховичу. И к счастью, что его ход, потому что он берет этого пингвина, и теперь у него вот здесь вот четыре победных очка. Вот здесь вот пять победных очков. И множитель за каждого пингвина два победных очка. То есть получается семь победных очков. Шут, Горохович, ну что, останавливаем этот раунд, записывая себе семь победных очков. Да еще и, да еще, да нет, все-таки семь победных очков это хорошо. Или все-таки даем последний шанс. В надежде, что ни у кого не будет семь победных очков. А? Что же делать? Все-таки не сейчас, не сейчас. Как только еще одного пингвина найдет Шуту Горохович, тогда и будет последний шанс. А сейчас две карты берет Ларис Квинна. О, кстати, пингвин. Ей пингвин ведь не нужен. Ей нужны корабли или вот такой, вот такой якорь. Но пингвина она возьмет, потому что это одно победное очко. А вот сюда мы отправим пловца. Еще две карты. Посмотри, как здорово. Он говорит, я, конечно же, возьму еще одну русалку, а вот этого краба отправлю сюда. Борис Кингоч, ну что тебе? Тебе, конечно же, осьминогов. Вынь да положь осьминогов. А осьминогов нет. Есть только медуза и вот эта русалка. Ну, что же делать? Кстати, если взять медузу и взять вот этого пловца, то, да, это одно победное очко. И все смогут только брать верхнюю карту из вот этой колоды. И никто не сможет объявить завершение раунда. Но здесь, здесь, конечно же, лучше взять вот такую русалку, а отправить сюда медузу. Ну что же, две карты. Посмотрим, будут ли пингвины. Нет. Нет пингвинов. Нет. Ну и что же делать? Брать краба. Берем краба. Этого пловца возвращаем сюда. И теперь, Шутгорохович, ну что, пора? Может быть, пора все-таки? Ну что, у тебя, смотри, здесь одно победное очко, здесь три уже, четыре победных очка. Пятое, шестое, седьмое. Ну, ты, конечно, хотел пингвинов побольше. Но с каждым ходом и у других королевских особ становится больше победных очков. Ладно, все, последний шанс. Посмотрим, сможете ли вы набрать больше семи победных очков. Лариса Квинна говорит, да я бы набрала больше победных очков, если бы попался морячок. Один морячок, но нет, посмотри, что. Посмотри, за каждый якорь три победных очка. То есть, вот сейчас это ноль победных очков. Но за вот этот множитель капитан приносит, собственно, три победных очка. Три за каждую лодку, четыре, пять. Четыре, пять, шесть. Наберем семь. Но, посмотри, если взять вот эту карту, то это гарантированно, смотри, дополнительный ход. Дополнительный. Да, мы так и сделаем. Мы возвращаем вот сюда этого. Сюда возвращаем? Нет, лучше, может быть, вот сюда. Пока что вот сюда. Мы берем лодку и тут же разыгрываем ее. Разыграли пару. Это уже получается два победных очка. Плюс три, четыре, пять, шесть победных очков. Семь победных очков. Нам нужно больше. Нам нужно больше победных очков. Дополнительный ход. Вот, конечно же, мы берем вот этот множитель. И Лариса Квинна говорит, все, Шут Горохович, все, я набрала больше. Но посмотрим, сколько наберет Туз Бубеевич. Туз Бубеевич берет две карты, смотрит сюда и говорит, так, мне, конечно же, ни то, ни это. Не нужно. Возьму вот этого осьминога, чтобы серого цвета было побольше. Отправим вот сюда этого пловца. И, наконец, Борис Кингоч берет себе две карты, а тут два осьминога. Ему осьминоги пригодятся. Только давай выберем цвет. Ну, допустим, вот такой. А этого осьминога возвращаем сюда. Итак, считаем победные очки для начала нашего Шута Гороховича. Одно победное очко плюс три. Четыре победных очка, пять, шесть, семь. Посмотрим, сколько набрали остальные. Лариса Квинна, ну давай, давай, подсчитывай победные очки. Итак, здесь одно победное очко, два победных очка плюс, давайте, маяк на горизонте появился. И за каждый корабль по одному победному очку. Два есть, три, четыре, пять, шесть. Отлично. Шесть есть. Это ноль. Это ноль. Это один. То есть шесть, семь победных очков за одного пингвина. И, наконец, множитель. Семь. И три победных очка за этот якорь. Десять победных очков. Давайте сразу скажем, что это больше, чем у Шута Гороховича. Поэтому Шут Горохович получит победные очки только за цвет. Какого цвета у него больше? У него два вот таких вот светло-зеленых. У него два голубых. И есть еще вот такие два желтых. Поэтому все равно, за какой цвет получать. Ну, два победных очка занес в рейтинг Валет Карлович. Ну, и Лариса Квинна 10 победных очков. Вот что значит последний шанс. Рискнул. Так, подожди. Тузбубевич, нет, это Шут Горохович. Прости, Шут Горохович. Вот. А вот сколько получит Тузбубевич, сейчас узнаем. Тузбубевич, смотри. У него есть три ракушки, а это четыре победных очка. И теперь давайте подсчитаем победные очки за вот этих русалок. Первая русалка приносит победные очки за цвет, который больше всего. Это, смотри, есть две карты серые и две карты белые. Эта русалка приносит два победных очка за серый цвет. А вот эта русалка за две карты белого цвета. Получается четыре. Эта русалка пять, шесть. Эта русалка семь, восемь. Восемь победных очков. Вот так легко исправляется. Смотри. Опа. Тузбубевич, восемь победных очков. Ну, и Борис Квиннг, ты что там спрятался за свои карты? Давай, смотри, сколько у тебя. Итак, морской конек дополняет компанию вот этих спрутов, этих октопусов, этих осьминогов. И это уже шесть победных очков. Так, шесть победных очков есть. Здесь вот у нас ничего, ничего, ничего. И получается здесь одно победное очко. Так, шесть, семь победных очков. И за цвет. Какого цвета больше? Посмотри. Русалка и конек белого цвета. А вот синего цвета тоже две карты. Поэтому, ну, скажем, эта русалка приносит за две синие карты еще два победных очков. Шесть, семь, восемь, девять. Девять победных очков у Бориса Квиннгича. Посмотрите. Как-то так, знаешь. О, вот так. Посмотри. Совсем не стоило рисковать. Шуту Гороховичу, глядя на вот этот подсчет победных очков. Так бы семь победных очков получил и все. Смотрите, какую штуку нарисовал. Это благодарность всем поддерживающим на Бусте. Спасибо. Сейчас на экране вы видите имена и фамилии людей, которые уже поддержали создание сериалов по настольным играм на канале Настольные Игры с Сергеем Рябухиным. Большое вам спасибо. Если вы также хотите поддержать этот канал, ссылка будет в описании к этому видео. Заранее вам благодарен. А теперь начинается второй раунд в настольную игру Морисель Бумага. Интересно, сколько победных очков нужно набрать для победы? Если за столом собралось 4 игрока, то 30 победных очков. То есть Ларис Квинне осталось еще 20 победных очков и все, она победила. Шут Горохович после этого раунда решил в ближайшее время никому не давать последний шанс. И поэтому сейчас открываются две карты в стопке сброса. И кто же ходит? Игрок, сидящий слева от закончившего предыдущий раунд игрока, становится первым игроком. Раунд закончил Шут Горохович, значит первым игроком в этом раунде становится Ларис Квинна. Тут есть лодка, тут есть краб, но Лариса Квинна рассчитывает на то, что она возьмет вот эту медузу и обязательно встретит какого-то пловца, чтобы применить эффект медузы. Возьмем краба, что-то давно никто не копался в стопках сброса. Вот еще один краб. А Борис Квинна говорит, сейчас посмотрим, сейчас посмотрим. Ну давай-ка я возьму этого краба в надежде, что этот останется. А вот сюда сброшу рыбу. Шут Горохович серьезно нацелен взять морского конька. И говорит, ну все, ну все, я начинаю собирать ракушки, всяких спрутиков, ну и в общем-то может быть пингвинчиков, чтобы морской конек дополнил этот сет. Ну и закрою, конечно же, краба, чтобы никто там не копался в стопках. Так, посмотрим, посмотрим. А, вот тебе, пожалуйста, Лариса Квинна, и русалка, и множитель. Русалку. В этот раз хочет взять русалку, чтобы она приносила победные очки за цвет. Ну и вот, наконец, Туз Бубеевич. Туз Бубеевич мечтает выловить краба из стопки основной. Но пока, пока этого нет. Ну ладно, возьмет рыбу. Рыба ведь позволяет взять верхнюю карту из стопки. Ну, а здесь у нас Борис Квинна говорит, что тут думать. Беру вот эту русалочку, и вот тебе уже одно победное очко за цвет, который дает русалка. Так, пловец. Ну что ж, пловец закрывает вот эту ракушку. А что же будет делать Шут Гороха? Еще он говорит, вот, смотри, как и обещал, как и обещал. Беру вот так вот ракушку, и уже два победных очка. Потому что морской конек прикидывается ракушкой пловца. Сбросим сюда. Два пловца перед нами. А вот зачем? Зачем брать карты? Ларис Квинна говорит, я возьму, скажем, вот этого пловца. И тут же, тут же, или нет, нет, не зачем сейчас. Сейчас пока рано, рано. Рано применять вот эти свойства пары пловца и медузы. Дело в том, что в свой следующий ход оппоненты могут взять только верхнюю карту из колоды. И не могут разыгрывать карты или запускать конец раунда. То есть это лучше сыграть, ближе к завершению этого раунда. Чтобы все только верхнюю карту брали, и все. И больше ничего не смогли делать. Ладно, смотрим, что придумает у нас Тузбубеич. Тузбубеич говорит, смотри, крабы. Беру вот этого краба, беру вот этого краба, этого возвращаю сюда. И что же мы сделаем? Ну что, покопаемся? Покопаемся или все-таки не будем копаться? Давай, Тузбубеич, решайся. Ну, конечно же, конечно же, нужно решаться. И тут же знаешь, что сделать? Вот так вот, смотри, разыграть крабов. Тут же, вот здесь, не меняя, кстати, порядок. Ни в коем случае нельзя менять порядок карт. В этой стопке мы берем рыбу. Мы берем рыбу себе, а все остальные карты возвращаем в том же порядке, чтобы никто не знал, что мы такое взяли из этой стопки сброса. Тут же мы берем, разыгрываем пару этих килек и берем верхнюю карту. Там пингвин. Одно победное очко, второе и третье. Три победных очка у Туза Бубеича. А здесь что? Здесь говорит, вот смотри, вот смотри, беру краба, беру краба. И на этом пока что все, потому что я не знаю, что мне нужно раскапывать. Я сейчас могу, конечно, взять, разыграть и покопаться здесь. Но что брать? Что там взять? Рыбу. Что взять? Что взять? Поэтому вот сейчас смотри. О, а зачем Шут Горохович хочет лезть в основную стопку? Вот же, берешь вот эту вот ракушку и сюда вот так раз. И это уже четыре победных очка. Шут Горохович не допустит ошибки прошлого раунда. Он как только наберет семь, сразу говорит, стоп, все, стоп. Я набрал семь победных очков. И эти очки и запишет себе на табло подсчета очков. Итак, здесь у нас одно победное очко плюс зацвет второе. Так, давай смотреть. Возьмем две карты. И здесь у нас, о, посмотри, а может быть вот сделаем так? Вот сделаем вот так. И у нас три победных очка плюс одно зацвет, четыре победных очка. А вот этого краба, ну, пока что отправим сюда. За пингвинами, за пингвинами, говорит у нас Туз Бубевич. И все-таки, говорит, нет, пока что пингвина нет. Давайте закроем вот так. Себе морскую звезду взял. Ну, а что касается Бориса Кингоща, вот теперь, вот теперь легко. Смотри, легко можно взять и, смотри, видишь, корабль. Мы берем корабль, корабль сюда, акулу возвращаем сюда. И после этого разыгрываем вот такую пару крабов. И рассчитываем, что мы все-таки помним, что там был корабль. Да, вот так, смотри, вот точно, вот один корабль. Но мы на всякий случай посмотрим всю стопку. Это не запрещается. А вот есть еще один корабль. Вот, посмотри, в каком порядке лежали у нас эти карты в стопке. Тут есть и спрут, рыба есть, и два корабля. Ну, возьмем вот этот вот один корабль себе. Хотя, подожди, второй корабль такого же, такого же цвета. Поэтому не имеет смысла. А все остальные карты мы должны взять и сложить в ту же стопку. Помним, что здесь есть рыба. И что мы еще... Правильно, мы сейчас разыграем эти два корабля. Это будет дополнительный ход. Дополнительный ход позволит нам взять две карты, посмотреть на одну из них. И говорит, ну что, спрут приносит больше победных очков. Давай спрутика и возьмем. Отправим сюда эту карту. Шут Горохович говорит, подождите, подождите. Мы берем, берем карту. Все, взяли. И теперь у нас раз, два, три, четыре карты ракушки. Раз, два, три, четыре. Шесть победных очков. Но это еще все-таки мало для того, чтобы завершать раунд. А Ларис Квинна решает получить сразу три победных очка. Она берет вот эту акулу из стопки сброса. Тут же разыгрывает эту акулу вместе с пловцом. Видишь, это одно победное очко. И сейчас она может взять и забрать у кого-нибудь одну карту. Но нет, она добавляет вот эту морскую звезду к этой паре. И это превращается в тройку. И это уже три победных очка. Плюс за цвет. Цвета какого больше всего? Ну, всех по одного. Поэтому три, четыре победных очка у Ларис Квинны. Так, здесь, здесь также Туз Бубевич в ожидании какой-то пары. Ну, давай для начала возьмет он две карты. И посмотрит. Так, рыба. Рыба есть. А есть вот такая ракушка. Да, давай возьмет ракушку. Все-таки надо уже потихонечку собирать их. А рыбу оставит вот сюда. Ну, а Борис Квиныш говорит, я ищу вот таких спрутов. Спрута не нашел, но зато есть вот такая русалка. Возвращаем вот сюда этот корабль. Ну, а Шут Горохович говорит, может быть, все-таки нет. Но это тоже неплохо. Посмотри. Отлично. Все. И посмотри, что сейчас делает Шут Горохович. Он говорит, стоп. Стоп, стоп, стоп. Раунд завершен. И вот почему. Раз, два, три, четыре. Четыре ракушки. Это раз, два, три, четыре. Шесть победных очков. И Пингвин семь победных очков. Все, Шут Горохович, я записываю себе семь победных очков. Все, раунд закончен. Ну что ж, это право Шута Гороховича не рисковать и записать себе семь победных очков. Всего у него девять победных очков. А Лариса Квинна набрала вот здесь вот три победных очка. Здесь у нас получается ничего. Ну, потому что нет пары. А вот за цвет, ну, за какой цвет получим от русалки? Допустим, за вот такой желтый цвет. Три, четыре победных очка. Да, Лариса Квинна, да. Всего получается четырнадцать победных очков. А сколько у нас у Туза Бубеича? Одно победное очко, два победных очка. Здесь ноль. И так же, видишь, не получилась никакая тройка с помощью морской звезды. Но зато здесь есть пингвин, который точно приносит одно победное очко. Раз, два, три победных очка у Туза Бубеича. Пожалуйста, одиннадцать победных очков. Ну, Борис Квинневич говорит, ну, сейчас подождите, подождите. Одно победное очко за пару крабов. Второе за пару лодок. А теперь смотри, одна русалка приносит победные очки за две желтых карты, потому что спрут один ничего не приносит, ноль. Итак, эта русалка раз-два. И эта русалка принесет за две белых карты. И так получается раз-два. За русалку три-четыре. За другую русалку пять-шесть. Отлично, Борис Квинневич. Давай это и запишем. Плюс шесть. Пятнадцать победных очков. Пятнадцать. Кто вырвался вперед? Борис Квинневич. Неожиданно. Напомню, что первый, кто наберет тридцать победных очков, получит не только славу и почет, но, а также вот такую лаврушку на голову. Интересно, кто победит в следующем раунде, который начинается прямо сейчас? Если вам уже нравится смотреть видео на канале «Настольные игры» с Сергеем Рябухиным, можете поддержать меня на бусте. И тогда мне намного легче будет создавать сериалы по настольным играм. Шут Горохович завершил предыдущий раунд, поэтому в этом раунде будет ходить Лариса Квинна. То есть игрок, сидящий слева от игрока, закончившего предыдущий раунд. Лариса Квинна, вы нацелены взять вот такого спрута или такую ракушку? Лариса Квинна говорит, для начала, отлично, есть, кстати, множитель рыб, а есть морской конек. Возьмет морского конька, который дополнит любую коллекцию или спрутиков, или вот таких ракушек. И куда же отправить? Ну, давай, давай-ка мы все-таки вот так закроем. Да, вот так закроем, а у нас что будет делать? О, рыба возьмет одну рыбу, вторую вернет вот сюда для того, чтобы закрыть множитель. И посмотрим, что будет делать Борис Кингоч. А он говорит, а я возьму лобстера. Лобстер позволит мне посмотреть пять верхних карт. Ракушку отправим сюда. Две светло-зеленые салатового цвета карты. Ну, а здесь, о, хороший множитель. Маяк. Ну, что же, шут, Горохович говорит, я возьму маяк и буду собирать корабли. А пока что, давай, говорит, отправлю вот сюда. Ну, что же, Лариса Квинна говорит, самое время потихонечку собирать ракушки, потому что морской конек помогает увеличить коллекцию. И уже сейчас два победных очка у Ларисы Квинны. Так, рыба, 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 рыба. Нету рыбы, рыбы, зато есть пингвин. Вот такую песню сейчас исполнил Туз Бубевич. У него одно победное очко есть. Так, куда же отправить вот этот множитель? Сюда? Но где же краб? Где же краб? Есть только рыба. Ну, давай возьмем вот такую, нет, давай возьмем вот такую рыбу, потому что если у нас попадется русалка, то у нас уже есть две черные карты. Закроем этого капитана, который оказывается под рыбой. И посмотрим. В открытых картах нет кораблей. А, шут, Горохович, нужен корабль. Вот он, корабль. И это одно победное очко. А вот эту ракушку отправим сюда. Ракушки нужны Ларисе Квинне. Лариса Квинна, забирай ракушку. И вот уже четыре победных очка. Никто об этом даже не догадывается. Рыба. Отлично. Рыбу берет себе вот Туз Бубевич. Тут же разыгрывает эту комбинацию и берет верхнюю карту себе. А тут лодочка. Интересно, интересно, интересно. Есть ли краб, который так нужен Борису Кинговичу? Может быть, он будет здесь? Краб. Есть краб. Краба забирает себе. Лодку отправляет вот в эту стопку. И теперь, посмотри, комбинация лобстер и краб позволяют Борису Кинговичу сейчас взять, перемешать. О, перемешать. Просто взять пять верхних карт из основной колоды. Да, давай сразу это делать. Раз, два, три, четыре, пять. И вот среди этих карт выбрать только одну. Ох ты, ничего себе! Колония крабов. А также русалка, которая принесет уже два победных очка за черный цвет. Но крабы, смотри, каждый краб по одному победному. Вот тебе еще одно победное очко за крабов. Давай-ка возьмем все-таки эту карту, колонию крабов, и будем коллекционировать крабов. А вот эти все остальные карты мы возьмем сейчас и обязательно перемешаем всю колоду. Да, после того, как мы возьмем и очень тщательно перемешаем. Кстати, а давай, знаешь, как перемешаем? Давай попробую показать, как я люблю перемешивать вот таким способом. Когда... Вот, отлично! Ты видишь, да? Ты видишь, как? Но сейчас попробую сделать вот такой вот финт. Отлично получилось! Ну и теперь можно совершенно спокойно после этого сделать вот так. То есть еще раз тщательно перемешать. И ты знаешь, не интересует Шута Гороховича, что там сверху колоды. Потому что его интересует вот эта карта. Корабль! Потому что у него есть маяк, и у него есть еще один корабль. Этот корабль он берет в руку и тут же разыгрывает эти два корабля. Сейчас у него три победных очка. Одна пара кораблей дает одно победное очко, и маяк три очка за вот эти две карты. Ну, то есть один, два, три. Теперь, так, теперь, теперь дополнительный ход. Ну что, берем, берем вот этого, вот этого морячка, капитана с множителем три. Берем, или все-таки давай, давай смотреть, что здесь. О, здесь пингвин, пингвина тут же берем. Конечно же, две фиолетовые карты, еще русалочку бы нам неплохо. Закрываем капитана вот этой медузой. И смотрим, что тут нужно. Да, тут, тут вовсю идет сбор ракушек. Но сейчас не получилось. Ладно, давай возьмем вот такого краба. И только все для того, чтобы раскопать. Раскопать потом. О, русалку тут же берет с собой, а вот сюда отправляет вот такую, так необходимую Ларис Квинни ракушку. Теперь посмотрим, да, здесь пингвин. Одно победное очко, второе. И за цвет у нас три, четыре, четыре победных очка. Потому что вот эта русалка приносит за две вот такие синие карты два победных очка. Следующий у нас, что тут у нас? Ха, у нас Борис Кенкович. Борис Кенкович, так, ты же, ты же краб, ты же крабов ищешь? Или рыб? Ну, давай искать. Здесь мы не видим ни крабов, ни рыб. Поэтому берем две карты. А здесь вот тебе краб, вот тебе. А крабов мы так, мы так, мы так обожаем крабов. Потому что у нас есть колония крабов. Ну, а вот здесь, да, отправляется вот сюда морячок. И мы помним, что капитан, который приносит три победных очка за каждого вот такого моряка, он остался там. Ну, что же, так сейчас будем, конечно же, стараться достать этого капитана. Берем себе моряка. А вот Ларис Кенкович говорит, а я возьму... Зачем? Зачем? Вот она, ракушка. Вот она, ракушечка. Вот. И теперь посмотрим, сколько здесь уже победных очков. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Шесть победных очков. И здесь пока что ничего. Шесть победных очков. Это очень близко к тому, чтобы завершить раунд. Ну, а Туз Бубевич... Так, корабли есть? Кораблей нет. Будем искать их здесь. Есть корабли? О, есть. Отлично. Смотри, что произошло. Мы вот этого, да, пловца вернем сюда. Они плавают в разных морях, как вы видите. Посмотри. То есть у нас одно победное очко. За русалку два, три победных очка. За пингвина четыре победных очка. И пять, шесть за колонию вот этих вот пингвинов. Шесть победных очков. Фух, хорошо. Еще, еще бы одно победное очко. И можно либо последний шанс давать, либо завершать раунд. А вот здесь, да, вовсю идет поиск крабов. Крабов, потому что колония крабов много. Ну, и смотри, лодки тоже. Лодки, это же дополнительный ход. Лодки. Давай возьмем лодку, а вот эту ракушку отправим сюда. Да, да, мы теперь, мы теперь, шут. О, смотри, пять победных очков. Все, стоп, стоп, стоп. Это мы возвращаем сюда и считаем победные очки. Итак, итак, одно победное очко за пару лодок. За маяк два, три. Три победных очка. Четыре плюс за пару моряков, это уже, ну, пять победных очков. Четыре плюс пять, девять победных очков. А вот теперь, а вот теперь, теперь сейчас, сейчас мы дотянемся до этого обозначения. А теперь он говорит, а я теперь, с легкостью я даю последний шанс. С легкостью, с легкостью. Попробуйте набрать больше девяти победных очков, а? Так, 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 но не все так плохо. Лариса Квинна говорит, вот же здесь есть краб, мы берем краба. И разыгрывая эту пару, мы покопаемся вот в этой стопке. А здесь, ну, что копаться, берем прям первую вот эту вот, первую ракушку сюда. И это у нас получается раз, два, три, четыре, пять крабов. Раз, два, три, четыре, пять. Это восемь победных очков, плюс вот это девять. Фух, к сожалению, только девять победных очков. Девять, а нужно набрать больше девяти, потому что девять победных очков у нас, у Шута Гороха еще. Нужно набрать десять. Наберет ли десять у нас Туз Бубевич? Смотрим. Так, ему бы не помешал пингвин. Сейчас еще один пингвин. Ну что же, попробуем найти его здесь. Пингвин есть? Нет, к сожалению, есть только краб и вот такая ракушка. Нам это не подходит, поэтому, ну что, берем, берем вот этого краба, ракушку возвращаем вот сюда. Ну а здесь что? Здесь, он говорит, мне бы краб не помешал. Ну что ж ты, взял бы и сбросил краба. Посмотрим, получится ли достать либо лодку, либо краба. Ну что же, тут же мы берем, сбрасываем вот это и русалочку берем себе. Сколько победных очков набирает с помощью русалки? Так, это одно победное очко. Множитель. Это два-три победных очка. Здесь пока что ничего, ничего, ничего. Но за вот эту русалку, так, у нас есть две голубые карты и две черные карты. Ну, то есть получается три, четыре, пять. Пять победных очков. Это, конечно же, не десять, которые были необходимы для победы над Шутом Гороховичем. Шут, Горохович, ты теперь еще помимо всего, помимо своих девяти победных очков, ты еще получишь бонус за цвет. Каких карт у тебя больше? Так, у тебя две фиолетовые, черные, желтые и вот те оранжевые и розовые. Ну, конечно же, девять, десять, одиннадцать победных очков получает Шут Горохович. Интересно, вырвется ли вперед сейчас Шут Горохович. Итак, плюс одиннадцать и те девять, которые уже были, двадцать победных очков. А нужно тридцать для победы. Ларис Квин получает теперь победные очки только за цвет. У нее больше всего вот таких вот синих карт, потому что всех остальных по одному. Можно подумать, что вот это вроде как одинаковые цвета, но нет, это белый цвет, а это серый. Сейчас мы постараемся даже это уточнить по вот такой памятке. Видите, белый, это просто вот такой квадрат, а вот такой, где у нас тут? Вот, светло-серый. Это у нас ракушка. Запишем Ларису Квинне два победных очка, всего лишь плюс два, и это у нее шестнадцать победных очков. Туз Бубеич, у тебя также, смотри, две желтые карты, две синие, и всех остальных по одной, поэтому плюс два победных очка. Вот тебе тринадцать победных очков. И у Бориса Кингоча две черные, две светло-голубые, и получается тоже два победных очка. Борис Кингоч, плюс два, итого семнадцать. Да, Шут Горохович вырывается вперед. Интересно, кто же победит, может быть, даже в следующем раунде в игре. Если наберет Шут Горохович десять победных очков, это будет победа. Но также могут победить даже сейчас те, кто отстает. Ну, скажем, Туз Бубеич, если он возьмет и соберет четыре русалки. Это будет автоматическая победа в игре. Прошлый раунд завершил Шут Горохович. Этот раунд начнет игрок, который сидит слева от игрока, который завершил прошлый раунд. То есть Ларис Квинна. Вот тебе капитан, вот тебе ракушка. Выбирай, что хочешь. Сейчас на экране вы видите имена и фамилии людей, которые уже поддержали создание сериалов по настольным играм на канале «Настольные игры» с Сергеем Рябухиным. Большое вам спасибо. Если вы также хотите поддержать этот канал, ссылка будет в описании к этому видео. Заранее вам благодарен. Лариса Квинна решает взять вот этого капитана себе на борт. Это значит, что теперь она будет стараться найти двух моряков. Так, вот, отлично. Здесь у нас корабль. А вот в эту пустую стопку сброса отправляется спрут. Борис Кингорьевич, вот тебе две карты. А, кстати говоря, вот, смотри, я возьму этого спрутика. Отправлю этого пловца сюда. Может быть, никто не закроет этого спрута. И тогда три победных очка будет у Бориса Кингоча. Ну, а здесь, посмотри, шут, Горохович говорит, есть звезда. Мы берем звезду. Да, в надежде, что сможем три победных очка. Ну, давай закроем вот этого пловца. А Лариса Квинна все ищет, ищет моряков. Моряка пока что не нашла, но пингвин, смотри, одно победное очко уже фрутика. В кармане, это хорошо. Закроем вот этого октопуса. И откроем, что там откроем? Да, откроем. Хорошо, вот тебе маяк. Это уже одно победное очко за то, что у нас этот маяк освещает путь вот этому кораблю. Так, и здесь у нас, ну, получается вот так. У нас и тут краб, и тут краб. Но Борису Кингочу нужны спруты. Где же их взять? Ну, ладно, возьмем вот этого краба. И это значит, что можно будет покопаться и достать, достать этого спрута. Ну, шут, Горохович говорит, что же делать, что же делать? Рыба. Да, мы возьмем этот множитель, потому что вот она, рыба. Возьмем, кладем сюда пловца в надежде, что рыбку никто не возьмет. Ну, а здесь два корабля, причем два корабля черного цвета. Поэтому выбор такой. Вот этот корабль вместе с рыбаком отправляется в компанию. Кларис Квинни, ну, давай вот этого пловца закроем кораблем. Ну, и тут думать нечего, потому что корабль тут же отправляется в руку к Тузу Бубеичу. Играется две пары. И теперь, внимание, теперь вопрос. Может быть, возьмем рыб? Нет. Мы возьмем две карты в надежде, что здесь будет... Да, может быть, берем русалку? Или берем вот эти два победных очка. Вот сейчас три победных очка. Одно победное за пару и за маяк два-три. Если мы возьмем русалку, то здесь нужно искать будет цвета. А мы все-таки возьмем вот так, морскую звезду, а русалку отправим сюда. Ну, что ты будешь делать? Да, говорит, я бы и русалку взял. Но мне нужны, мне нужны вот такие... Так, кстати, я возьму сейчас вот эту ракушку и буду собрать и ракушки, и спрутов. А русалку закроем вот таким моряком. Открываем нам бы... Там, кстати, знаешь, зря открыли, потому что рыба уже была. Но мы возьмем вот что сделаем. Мы возьмем вот эту рыбу. И тут же... Нет, 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 не получится. Мы возьмем, закроем вот этого моряка. Тут получится две рыбы. Одна должна дожить до того хода, когда шут наш Горохович возьмет эту рыбу, разыграет пару. И вот этот множитель позволит уже получить три победных очка. Ну, а Лариса Квинна слегка расстроена, потому что, как вы видели, только что моряк был закрыт. Ну, давай смотреть, может быть, здесь будет моряк. Нет, здесь моряка нет. Здесь есть краб. Мы берем краба для того, чтобы раскопать моряка вот в этой стопке. Ну, а придется, конечно же, сбросить вот этого морского конька. И что будет делать? Да, Туз Бубевич ищет, ищет корабли. Она ходит русалку. Русалку берет, а вот рыбу отправляет сюда, закрывая морского конька. Кого же, кого же из этих рыб не возьмет никого? У нас Борис Кингоч. Он говорит, отлично, беру вот такого вот октопуса. Это три победных очка. А закрываю вот эту рыбу. Ну, и, наконец, Шут Горохович говорит, мне нужна рыба. Вот она, эта рыба. Беру ее и тут же разыгрываю пару. Верхнюю карту вынь да положь в руку. А здесь тебе ракушка. Итак, что же получается? Три победных очка есть. Здесь пока что ноль. И мы морскую звезду еще пока что не добавили никакой паре. Будем надеяться, что это произойдет. Так, краба нет. Краба здесь нет. Но зато есть лодка. Мы берем эту лодку. Итак, смотри, разыгрывая эту пару лодок, у нас есть дополнительный ход. И этот ход будет заключаться в том, что мы возьмем две карты. И надеемся, что здесь, да, есть краб. Мы берем вот этого краба. Пингвина возвращаем сюда. Разыгрываем этих двух крабов. И мы, конечно же, знаем точно, что здесь... Давай открывать. Раз, два, три. Вот он, моря. Мы берем моряка, кладем его сюда. А все остальные карты возвращаем обратно. Вот сюда. Никто не видел, какой выбор мы сделали. Но посмотри, сколько победных очков у нас сейчас. Раз, два. И плюс три. Пять, шесть. Шесть победных очков за пингвина. Одно. И множитель три позволяет получить три победные очка за вот этого моряка. Ну, а здесь сколько? Здесь... Так, нам бы корабли. Нам бы корабли. Есть корабль? Нет. Корабля нет. Есть только вот такая акула. Возьмем моряка в надежде, что мы увидим еще одного. Ну, так думает Тузбубевич. Он ведь не знает, что другого моряка уже забрала из стопки сброса. Лариса Квинна, кладем сюда. И здесь у нас продолжается поиск либо краба, либо ракушки, либо октопуса. Ни того, ни другого. Что-то мы акулу с пловцом не разыграли ни разу в этой игре. Может быть, возьмем и сделаем это. Возьмем вот такую акулу. Рыбу сбросим вот сюда. А теперь... Ну, что? А что, рыбу? Рыбу. Давай возьмем рыбу. Почему? Потому что, во-первых, у нас есть множитель. И пара рыб мы возьмем, разыграем с вот этой звездой. Получится тройка. Тройка рыб. Ну и посмотрим, что из этого выйдет. Так, нам бы еще одно победное очко. И где его мы будем искать? Может быть, пингвин? Может быть, пингвин нам попадется? Нет. К сожалению, пингвин не попался. Берем вот эту карту. Желтую эту. Возвращаем сюда. Почему? Потому что три желтые карты позволят нам получить три победных очка, если будет русалка. А русалки пока что нет. Что у тебя? У тебя по-прежнему, да. Говорит, я корабли. Корабли собираю. Мне бы еще один корабль. И маяк принесет еще два победных очка. А ты собираешь, помню, ты собираешь. Либо пловца тебе нужно, либо вот спрутика. Нет. Пловец не попался. Такая акула у нас уже есть. Возьмем себе медузу. Фиолет. Смотри. Раз, два, три. Три фиолетовые карты. Нам обязательно нужна русалка. Ну, а здесь, что же, будем надеяться, что рыба попадется. Рыба не попалась. Попался корабль и вот такой спрут. Ладно, берем корабль. А спрута возвращаем сюда. Тебе что нужно? Корабль? Конечно же, корабль тебе нужен. Но еще тебе нужен морячок, рыба и вот такой вот спрут. Ладно, берем себе рыбу и смотрим сюда, есть ли нет. К сожалению, нет кораблей, поэтому берем две карты. А вот и пингвин. Пингвин – это одно победное очко. Ракушку сбрасываем сюда и смотрим, может быть, Тузбубей сейчас объявит просто завершение раунда. Итак, здесь раз победное очко. Теперь за множитель два, три, четыре победных очка. Плюс пятая за пингвина. Пятая за пингвина и за русалку. Какого цвета больше? Какого цвета больше? Пока что, я понимаю, все по одному. Раз, два, три, четыре, все по одному. Ну, мало. Мало для того, чтобы, так сказать, объявить конец этого раунда. Борис Кингвич, он говорит, сейчас я шесть победных очков, просто потому, что беру вот этого спрута себе. И вот они, шесть победных очков. Потому что три вот этих осьминога приносят шесть победных очков. Пока что ракушка ничего, крабы ничего, да и здесь тоже ничего. Ладно, шесть победных очков. Тебе что нужно? Ага, корабли, рыбы, ни того, ни того. Ну, кстати, ракушки есть. Можно взять ракушку сюда, и получится два победных очка. Плюс два. Есть уже победных очка? И множитель здесь у нас два, три, четыре, пять. Нет, к сожалению, нет. Будем искать рыб или корабли. О, отлично! Есть корабли. Вот они, корабль. А вот этого мы отправляем сюда. И вот теперь не имеет пока что смысла играть вот такую тройку. Потому что это три победных очка, но эффект тогда не произойдет. Мы сыграем вот эту пару. И дополнительный ход будет заключаться в том, что мы возьмем и посмотрим. Ах, да, 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 хорошо. Ну, возьмем, конечно же, русалку себе. Но хотелось бы, конечно же, чтобы была рыба. Тут же рыбу бы сыграли. Там, видишь, там бы мы бы рыбы сыграли с вот этой морской звездой. И это было бы, конечно же, больше победных очков. Ну, а здесь что? Здесь что? Тебе нужна какая... Вот если бы пара уже была, можно было взять морскую звезду. А так возьмем вот так. А здесь неплохо. Лобстер. Лобстер ведь, помнишь, что позволяет? Он позволяет пять верхних карт перекопать. И закроем эту морскую звезду пока что вот так. Так, ну, тебе, конечно же, корабль нужен. Будем искать корабли. Есть корабли? Нет кораблей. Ну, ладно. Вторая русалка тоже неплохо. Потому что это значит, что два раза за цвет мы будем получать победные очки. Ну, а тебе? Тебе это что? Ну, он говорит, я, конечно же, беру вот этого краба. И, смотри, видишь, эта парочка позволяет покопаться в стопке. Борис Кенгич, начинаем копаться! Итак, Борис Кенгич, в какой стопке сброса будут копаться вот эти два твоих краба? Конечно же, вот в этой стопке. И нас интересует только спрут. Спрута мы берем себе и, посмотри, возвращаем обратно, как и были. То есть сейчас мы, наверное, можем объявить завершение раунда. Потому что раз, два, три, четыре, раз, два, три, это девять победных очков. Девять победных очков. И здесь десять победных очков. Ну что, рискнем? Рискнем. И последний шанс дадим. Последний шанс. Итак, десять победных очков есть. Если наберете одиннадцать, конечно же, Борис Кенгич проиграет. Ну а если не наберете, то Борис Кенгич еще получит бонус за цвет фиолетовый. Раз, два, три карты у него фиолетовых. Поэтому получится десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать победных очков. Итак, попытайтесь набрать больше десяти победных очков. Так, ну, будем надеяться, что Шут Горохович получит свою рыбу. Вот, есть одна рыба, вторая рыба. И она играется с вот этой морской звездой. Это три победных очка. Четыре, пять. Это мы возвращаем. Ну давай вернем сюда. Итак, пять победных очков есть. Теперь множитель. Множитель у нас такой. Рыбы. Пять, шесть, семь, восемь, девять. Девять. Секундочку. И за цвет. За цвет есть. Десять, одиннадцать. Отлично. Шут Горохович. Проверяем еще раз. Раз, два, плюс три победных очка. Это пять победных очков. За рыбы. Шесть, семь, восемь, девять. За русалку. Десять, одиннадцать. Шут Горохович. Молодец. Фух. Это значит, что у нас вот Борис Кингич, который дал последний шанс, проиграл. Проиграл. Лариса Квинна уже выдохнула, потому что не нужно набирать больше десяти победных очков. Но сейчас имеет смысл набрать побольше победных очков самой. И это, конечно же, давай посмотрим, что здесь. Здесь у нас... О, колония крабов. Давай колонию крабов берем себе. Медузу оставляем здесь. И посмотрим, сколько победных очков. Раз, два. Так, за колонию крабов три, четыре. Так, получается здесь ничего. Пять. Пять плюс три, восемь. Восемь победных очков. Неплохо. Неплохо. Но, Тузбубеич, да, у тебя тут, я смотрю, тебе бы не помешал корабль. Да, может быть, здесь корабль будет. Нет, кораблей нет. Но пингвин подойдет. Мы берем пингвина. И вот что делает эта колония пингвинов. За каждую карту пингвина два победных очка. Здесь одно победное очко. За маяк два. Три победных очка. За, а, вот, четыре. Четыре. То есть, множитель действует на раз, два, три. Плюс это четыре. Пять, шесть. За сам пингвин. Семь. Семь. И пойдем за русалки. Семь. В русалке так приносит. Какого цвета больше всего? Больше всего. Ну, я вижу всех здесь по одному, да? Здесь один, 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 один. Ну, значит, получается, но русалок две белые карты. Одна русалка за две белые карты два победных очка. И другая русалка, скажем, за желтый свет еще одно победное очко. Итого получается сколько? Раз. Множитель. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять победных очков. Столько же, сколько набрал у нас Борис Кингоч. Ну что ж, начинаем раздавать победные очки. Борис Кингоч, ты давал последний шанс, но у нас Шут Горохович набрал 11 победных очков. Поэтому ты проиграл и получаешь только, только победные очки за цвет. Какого цвета у тебя больше? У тебя больше вот таких фиолетовых карт. Раз, два, три. Значит, ты получаешь всего три победных очка. Если вам уже нравится смотреть видео на канале Настольные игры с Сергеем Рябухиным, можете поддержать меня на Бусти. И тогда мне намного легче будет создавать сериалы по настольным играм. Да, Борис Кингоч, ну как же так. Три победных очка, и у тебя всего лишь 20. А вот посмотри, у Ларис Квинны, у нее вот здесь одно победное очко, здесь второе за колонию крабов, третье, четвертое, пятое за пингвина, и еще три победных очка за вот этого моряка. Это восемь победных очков, и здесь ничего, ничего, ничего. Лариса Квинна, пожалуйста, давай. Здесь у нас 24 победных очка. Это пока не очень. Здесь Тузбубеич, у тебя дверь русалки, это отлично. Значит так, два корабля, одно победное очко. За маяк два, три, сейчас, подожди. Одно, два, три, четыре. Здесь ничего, ничего. Четыре, пять за пингвина, шесть, семь за вот эту колонию пингвинов, и семь, восемь, девять, и за другую русалку, ну скажем, какого цвета здесь. Ну давай, десять за фиолетовой. Тузбубеич, смотри, десять победных очков, это получается 23. Три, столько же, сколько у Ларис Квинны практически. Но сколько же набрал Шут Горохович? А Шут Горохович набрал, помните, сколько? Раз, два, плюс три, пять. Колонии рыб, шесть, семь, восемь, девять. Девять. И русалка приносит за вот эти три синие карты десять, одиннадцать, двенадцать. Правильно почитал? Двенадцать? Конечно, правильно почитал. И двенадцать победных очков позволяют набрать Шуту Гороховичу. Помните, как выглядит Шут Горохович? У него вот такая борода, вот такое, понимаешь, и вот такая вот история. И вот этот Шут Горохович набрал тридцать два победных очка. Это на два очка больше, чем нужно для победы. И Шут Горохович, мы поздравляем тебя и рисуем тебе вот такую лаврушку. Прямо тебе ее на плечи, на голову и везде, куда хочешь, тебе лаврушку. Насыпали, потому что ты победитель. Вот такое море, вот такая соль, вот такая бумага с дополнением больше соли. Всего лишь восемь карт в этом дополнении. А сколько удовольствия, да? Сколько удовольствия, напишите в комментариях под этим видео. Как вам? Понравилось? Если понравилось, еще влепите жирный лайк к этому видео. Подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые видео о настольных играх. И если у вас есть возможность поддержать меня на Бусти, чтобы мне было немного легче снимать видео о настольных играх, ссылка будет в описании к этому видео. Поддерживайте, ставьте лайкосики, подписывайтесь на канал. С вами был Сергей Артонович Лебухин. И вот такая вот настольная игра. И сегодня, чувствуете, на четверых как игра, да? Как она? Она прям вот как книга раскрылась. Мы ее прочитали, и теперь вам решать захлопывать эту книгу и отправлять на полку, либо перечитывать ее и перечитывать, чтобы было все еще намного лучше. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!